У Татьяны четверо детей. Данные о прививках, справки в сад, в школу, у младшей сильная пищевая аллергия. Вот такая стопка только на одного ребёнка, а у меня их четверо. Но теперь важные медицинские документы не нужно носить с собой. Их можно загрузить на смартфоне. Достаточно зайти в личный кабинет на московском портале госуслуги. Заполнить формы регистрации на себя, на детей, получить доступ к цифровым медкартам. Даже не всегда я помню, кто чем болел. И очень удобно пользоваться этой системой. Всё можно найти и для себя, и для врача, и даже если приезжаешь на скорой. Уже 8 лет в столичном регионе работает единая медицинская информационная система. Через интернет можно записываться к специалистам. Здесь же хранятся все медицинские данные пациентов. Но раньше эта информация была доступна только врачам. Люди не только хотят знать о своём здоровье, они хотят быть соучастниками процесса. И вместе с врачами обсуждать и ход лечения, и назначение. И мы считаем, что на это не имеют права. В электронных картах сейчас сохранены все выписки врачей, обследования, гастроскопия, УЗИ, рентген, МРТ, результаты анализов. Каждому пациенту пересваивается штрих-код. После того, как анализы у нас готовы, все результаты приходят в электронную карту врача. В течение года появятся дополнительные разделы информации о вакцинации, выписанных электронных рецептах. Кроме того, человек сможет сам указывать дополнительные сведения об аллергии, о своём образе жизни или вредных привычках. Такой электронный дневник поможет докторам точнее ставить диагноз. Доступ к медицинской карте вы можете получить круглосуточно с любого устройства, на котором есть интернет. Вам теперь нет необходимости хранить какие-то копии документов бумажных, выписок и так далее. К ЕМИАС подключены сейчас 800 медицинских учреждений. Это поликлиники, диспансеры, скорая помощь. Также в систему планируют включить и все московские больницы. Это нам даёт возможность доктору видеть не только приёмы врачей в поликлинике, это ещё и даёт возможность посмотреть, с чем обращался пациент в другие, например, онкологические диспансеры, везде с чем вызывалась ему скорая помощь. У 10 миллионов москвичей уже есть электронные медкарты. Тем не менее, в каждой поликлинике, вот как мы и привыкли, на полках по-прежнему стоят их дубликаты. Полностью отказываться от бумажных носителей врачи пока не планируют.